Всем доброго времени суток! Сегодня 9 мая. Всех с праздником! С достойным патриотическим праздником! У нас в Антурках лучи. У нас пасмурно. Пасмурно, на 24 градуса. И от этого на улице хорошо, не жарко, а уютно, комфортно. Мы искали информацию по поводу... Налево? По поводу мероприятий в Анталии. Но не нашли. Есть и в Кемерии, и в Велеке. Хотелось прогуляться. Потом хотелось просто валяться. Но мы заставили себя выйти из дома, потому что сегодня отличная гулячая погода. Пошли в сторону Российского консульства. Может быть, что-то там увидим, узнаем. Если нет, то мы просто прогуляемся. И это отлично. Сейчас мы доехали на автобусе. Ну, почти до Марк Анталии. Потому что я хочу в бюджетерный магазин здесь заскочить. Хотя мы как-то поздновато, что ли, немного из дома вышли пол первого. Ну, потому что думали, пойти, не пойти прогуляться. Что-то, возможно, погода какая-то сонная. Потом собрались и двинулись. Ну, так вот. Бежитерный магазин погляну. Как я любила на улице Гюлюха этот самый магазин. Но его не стало. К сожалению. Ну, и потом прогуляемся. Ну, да. Приглашаем с нами. Вот мы тут. Марк Анталия впереди. А где-то вот здесь вот справа. Ну, вот бюджетерный магазин. Штапельные штанишки. А вот он, вот он. По 25 лир. Такие сережки. Есть и камушки. И не камушки. Лабрадор встретила. Это, если честно, очень, ну, необычный камень. Вот такой вот внутри иризации. Видите? И не так часто его встретишь. И, в общем, кто интересуется натуральными камнями, чудненький. Гляньте, какое кольцо необычное. Так. Я не знаю, насколько оно удобное. Скорее всего, обратно. Но то, что необычно, это да. Не знаю, что за металл. Уверена, что не серебро. Цена вопроса 50 лир. Ну, ничего интересного, к сожалению, не увидела, не нашла. Колечки под серебро так неплохие. Кто любит крупные изделия. И обычно все они раздвигаются. Хотя нет, вот цельная. Такие раздвигашки я не очень люблю. Ну, все, шагаем дальше. А то... А то, а то, а то. Время мчится. Хотя никуда не торопимся, но так. Ох, шумит улица. Фактусы такой неправильной формы. Ну, возможно, этим они и прекрасны. Закорючки. И пенечки, пенечки. О, а здесь не цветет этот кактус. Помните я вам в каком-то видео... Все, мы не успели? Побежали. В каком-то видео показывала, цветет кактус очень красиво. Крупные такие цветы. Да, перейти дорогу, это дорогого стоит. Вырулили мы уже на Кополый Ёл. Он как вкусненько мяском пахнет. Вроде... Ой! Не очень тут. Шагайте в камеру смотреть, чтобы не запнуться. Мяском вкусно пахнет. Вроде мы не голодные. Но мяском пахнет очень аппетитно. Куриный, говяжий. На все вкусы. Может быть, мы зайдем потом пообедать. А что? Александр. Время-то уже час. Ну, посмотрим. Подумаем. Слегка присутствует прохладный ветерок. Очень комфортно. Замечательная погодка. А то скоро... Ну, вот тороплюсь. Ага. Потому что прокопались. В Маркантале я не могла пройти мимо своего магазина. Там этот Фарук и Кин. Будь он не ладен. Какое-то платьишко там покрутило, повертело в руках и повесило назад. Там всегда музыка гремит. Не могу я вам поснимать. Одно было чисто белое, второе было чисто черное. Одинаковые модели. Ничего там в них замысловатого не было. Такие хлопковые. Сколько я сказала? 600 или 700? 600. 600. 599, значит. Лир стоило оно. Прогуливаются за ручки. Так приятно смотреть на людей. Получай по 10. По 10 уже? А, был 7.50 здесь. Помните, я вам показала. Сейчас там 10. Ну, всё, меняется. А вот здесь вот слева... А, нет, чуть попозже будет старый базар. Там дорога какая-то девочка интересная. Какая лавка большая, чтобы чистить обувь. И мы видели неоднократно, что турки пользуются этой услугой, усаживают их, потом им выдают время на обуть сланцы. Ну и всё, их туфельки начищают. Вот в этот магазин, в Турции мини-чо, как называется, тоже стоит заглянуть. Бывает что-то там по привлекательным ценам. Ой, музыка. Выгуливаются у питомца. Если питомец устаёт, то его в домик сажают. Ой, там вкусняшки у него лежат. Так, что, 4 секунды? Три. Остановился. Эх, вообще вот... Считается, это закрытая дорога, не для проезжей части. Но... Вот старый базар. Вот. Old Bazaar. Ну и там он продолжается всяко-разно, с зигзагами. Вниз, низ, низ. Пока полыёл. Ну и всё, и вот он. Здравствуй, старый город. О, сейчас как раз обратим внимание, что там как магнолии поживают. Так, а мы идём... Не пойдём по старому городу. Там вверх потом подниматься по лестницам, чтобы в этот парк проникнуть с попугаями. Не очень нам нравится эта процедура. Мы же хотели или что? Хотела не везти. А, я... Я уже сама забыла, как я хотела. Я хотела... Да, не по Ишеклару, а по старому городу, да. Но не вправо, а налево пойти. Ладно. То сказала, не пойдём, а оказывается, пойдём. Ну всё, здравствуй, старый город. Но прежде чем мы спустимся в старый город, всё-таки подойдём к магнолиям. Издалека мы заметили, что они начинают цвести. Видите, вот большой цветок. Где? Ну так мы будем идти и дойдём уже до улицы Ишеклар. Как красиво. Ну вот, пожалуйста, в мае. А то кто-то мне там в марте говорил, в апреле как-то так. А вот в мае они только... Ну где, где? А-а-а, наверху. Высоковато. Плохо видно. Вернее... В общем, как-то это высоко и не очень видно. А вот здесь вот ещё не распустился, видите? Вот, не распустился цветок, да. А там только распускается. И вот здесь вот, видите? Да здравствует магнолия. Тут лесопеты у мальчишек стоят, и я подойти не могу поближе. Спускаемся. Thyra, где? Так. 自由.